Всем привет! Сегодня я решила сделать видео, которое будет посвящено ответам на ваши вопросы. Какие-то вопросы вы задаете в комментариях к видео, к различным. Какие-то вопросы вы задаете в фейсбуке, в контакте. Разные вопросы. Я решила выбрать некоторые вопросы и ответить. Первая. Делс Мапс 2. Задавал вопрос. Галина, если сможете ответить на вопрос. Если ваш сын Дэнни через 3 года, когда ему будет 18 лет, то есть возраст вашего мужа, когда вы поженились. Немножко странный вопрос. Моему мужу не было 18 лет, когда мы поженились. Сейчас объясню почему. Приведет домой женщину 28 лет. Сколько было вам на момент замужества? С ребенком и скажет вам. Мама, я женился, вот моя жена. Как вы на это отреагируете? Вы требовали от своего мужа невозможного. Там не женится в столь юном возрасте. Значит, ситуация такая, что когда я познакомилась со своим мужем, знакомство с моим мужем произошло достаточно оригинальным, неоригинальным образом. Но я знакомства с своим мужем не искала. Я думаю, что как многие женщины. И у меня была достаточно налаженная уже жизнь в России, в Москве. И замуж я за него не хотела. Объясню почему. Мы с ним поженились. Я уже рассказывала в предыдущих видео, но возможно кто-то не смотрел и не нашел такие видео. Объясню, что когда мы с моим сыном приехали, мне было не 28, мне было 29 лет. Я старше своего мужа на 7 лет. Бывшего мужа. И дело в том, что когда мы начали общаться с моим мужем по интернету, он мне соврал свой возраст. Он прибавил себе 2 года. Я об этом не знала. И когда я уже приехала, стали вылезать какие-то новые подробности по поводу его возраста. Что ему оказывается на 2 года меньше, чем он мне говорил. Оказалось, что я его старше не на 5, а на 7 лет. Он мне сказал, что какие-то документы его, свидетельства о рождении были утеряны при рождении. Что якобы ему выдавали новое свидетельство о рождении. Короче, полный бред. Потом уже, когда я разговаривала с его матерью, конечно же, все это открылось. Когда я уже более-менее знала арабский язык, для того, чтобы задать определенные вопросы, уже могла. Я, конечно же, этот вопрос выяснила. Вот у нас разница с мужем. То есть я старше своего мужа бывшего на 7 лет, не на 10, как тот данный человек написал. И вопрос ко мне, что если мой сын приведет домой женщину с ребенком и скажет вам, мама, я женился, вот моя жена. Как вы на это отреагируете? Вы требовали от своего мужа невозможного. Я от своего мужа ничего изначально не требовала. Опять же говорю, что мы жили изначально. Я даже не знаю, мне приходится повторяться много раз одни и те же вещи говорить. Объясняю, что когда я приехала, что первые полгода мы вообще жили за мой счет. Я приехала, у меня с собой были деньги. У меня было порядка, я не помню, то ли 6, то ли 7 тысяч долларов с собой. И мы жили за мои деньги. Мой муж уволился с работы. Я платила за аренду квартиры. Я покупала еду, я покупала все первые полгода. После того, как у меня деньги закончились, и потом мне еще мама высылала деньги. После того, как приток денег со своей стороны прекратился, он мне предложил переехать к нему. Но дело в том, что когда я приехала в Египет, мой муж обманул меня. Сказал, что у него есть квартира в собственности, что там идет ремонт. И даже он мне показывал не квартиру, а как бы издалека вот это место, где находится вот эта квартира. Поэтому я не требовала изначально от своего мужа ничего, а принимала так, как есть. Но нормальная ситуация в том, что люди, когда они сходятся, и тем более, как я оказалась замужем за своим мужем. Понимаете? То есть я тоже об этом рассказывала. Когда я приехала, я не собиралась замуж выходить. Я вообще замуж не хочу выходить. Я никогда не хотела замуж выходить. Мне это было не нужно. Но когда мы приехали в Египет, я его перед приездом спрашивала через интернет. Я ему говорила, я могу заказать себе забронировать отель нормальный пятизвездочный, потому что я еду с сыном. Дэнни было 4 года. Он сказал, не надо, я позабочусь обо всем сам. Когда мы приехали, он поселил меня каким-то девчонкам в какой-то квартире, которые жили. Он жив вообще в другом месте. Я ему говорю, я приехала к тебе, почему мы не живем с тобой вместе. Потому что я и понятия не имела, когда здесь живут. Он мне сказал, что мы не можем жить вместе. Нам нужно пожениться. И он мне предложил пожениться. И тогда он говорит, мы будем жить вместе. Вот такое было мое заключение брака. То есть я не хотела замуж. И мне это не нужно было. Но я ехала, соответственно, к нему. И вот такая ситуация получилась. Он говорит, для того, чтобы мы жили вместе, нам нужно расписаться. Ну, нужно расписаться, так нужно. Я позвонила маме, сказала. Она говорит, Галь, поступай как хочешь. И вот так я оказалась замужем. То есть я не хотела выходить за кого-то замуж. И от кого-то, тем более, требовать чего-то. И тем более, я всегда жила независимо ни от кого. Никогда от мужчин не зависело. Никогда в жизни. И не требовала от него ничего невозможно. Я просто хочу вот этот вопрос немножко уяснить. И если люди не в курсе по поводу того, что я от чего-то требовала от своего мужа. Можете посмотреть мои более ранние видео. Как мы жили, как мой муж обеспечивал нас. И я все это об этом и рассказывала. По поводу моего сына. Если мой сын приведет домой женщину 28 лет и скажет вам, что он женился. Понимаете, когда вы меня, мать своего ребенка, я русская, вы меня сравниваете с египетской женщиной, с египетским менталитетом, вы не понимаете, значит, о чем вы говорите. Потому что, предположим, я человек, который вырос в России, с российским менталитетом. И женщина, предположим, с арабским менталитетом, когда она никогда не примет ни девственницу, они никогда не купят квартиру, они никогда вкладываться в это не будут. Тогда как наши люди, наши матери, русские матери, я думаю, что многие со мной согласятся, даже если твой сын женится на женщине, которой есть ребенок. Это его выбор. Это его выбор. Поэтому я считаю, что если мой сын приведет женщину на 7, на 5, на 10, ровесницу, неважно, это его дело. Если от меня будет требоваться какая-то помощь, если он меня попросит, если на этот момент у меня будет такая возможность, я, конечно же, вам обязательно помогу. И у нас нет такого понятия, потому что я постоянно в своих видео предупреждаю, потому что я с девчонками переписываюсь постоянно. С России, с Украины, с других стран. Пишут. Очень у многих, у кого есть дети от предыдущих браков. Постоянно предупреждаю, потому что я сама через это прошла. Многие девочки, с которыми я общаюсь, были в этих ситуациях. И они знают, о чем я говорю. Многие, которые обращаются ко мне, они не знают ситуации. Они пишут, что у меня там сын, дочка или дети от первого брака. Они не знают, с чем они сталкиваются, что египтяне, я говорю конкретно про египтян, потому что я живу в Египте уже 12 лет. Египтяне, они никогда не примут чужих детей. Вы должны это понимать. И поэтому, задавая такой вопрос, приму ли я, как я отреагирую, если он скажет, что у меня женщина с ребенком. Ребенок, это ребенок. Для нас все дети дети. У нас нету своих, чужих. Для нас все дети, это дети. У египтян, в частности. Я не буду говорить про всех арабов. Я скажу, что египтяне, они никогда не примут чужих детей. Вот это вы должны знать. Поэтому, если мой сын придет, придет и скажет, что он женился на женщине, это его жизнь с ребенком ради Бога. Но палки вставлять, колеса, или каким-то образом не помогать, если у меня будет возможность, так как была возможность у матери, у моего мужа, была возможность, и были деньги, они нам не помогали. Поэтому, рассчитывая, что моя семья будет помогать, и то, что я буду вкладываться, я так поступать не буду. Это не я. Я не такой человек. Если у меня есть возможность, я всегда буду помогать. А выбор моего сына, на ком он женится, это выбор моего сына. Это не мой выбор. Он выберет на 10, на 20 лет старше себя. Это не мой выбор. Ему жить с этой женщиной, ему жить с этим ребенком. И я не имею никакого права вылезать в его личную жизнь. Вот такой мой ответ. Вы требовали от своего мужа невозможного. Там не женится в столь юном возрасте. Женится. Женится в разных возрастах, но в большинстве своем, конечно же, готовится к женитьбе и старается все приобрести. Именно почему брак не заключается в юном возрасте, потому что нужно все приобрести, заработать денег, чем они, в принципе, египтяне занимаются. Я надеюсь, я полностью ответила на этот вопрос и какие-то даже темы затронула, которые, в принципе, я об этих темах уже говорила в ранних видео, мне не хочется повторяться, но я так понимаю, возможно, что этот человек новый на канале, потому что я только с недавнего времени начала видеть от этого зрителя комментарии, поэтому я как бы рассказала, я думаю, что это было информативно и понятно. Следующий. Ум Хурейра. Добрый вечер, Галина. Расскажите, пожалуйста, о районах в Александрии, в каких живут иностранцы, в каких только местные. Еще слышала, что в Александрии на маршрутке просто так не уехать в какой-либо район, нужно знать какие-то жесты. Скажите, пожалуйста, если знаете заранее. Буду благодарна. Ум Хурейра. Спасибо за вопрос. Значит, я уже рассказывала, что в каких районах живут иностранцы. В основном, иностранцы делятся здесь на два, как сказать, можно так сказать, два вида. Есть иностранцы, которые приезжают изучать ислам, и есть иностранцы, которые живут здесь. Выходят замуж, либо женятся еще как-то по работе. Здесь в консульствах работают еще где-то. То есть это разные направления. Поэтому те, которые приезжают учиться исламу, они, соответственно, живут в таких районах, приближенных к исламским учебным заведениям. Раньше, то есть вот такие районы, исламские, это как бы были район Мандара, где все наши соотечественники из республик Советского Союза бывших приезжали и учились. Сейчас этого, по-моему, прикрыли. Вот в Александре это был район Мандара. В Каире там как бы другая ситуация, потому что в Каире все еще существуют исламские университеты, поэтому там со всех абсолютно стран мира приезжают. Вот главный Аладзавр в Каире, там различные студенты из Америки, из России, из Африки, из Индонезии. То есть разные абсолютно люди из Европы. То есть очень обширный круг вот этих людей, которые приезжают учиться. Те, которые люди приезжают жить и какой район подходит для иностранцев. Поэтому я хочу сказать, что подходит для иностранцев, конечно, приличные районы. Центровые районы, где нету такого специфического контингента, даже не контингента, а в тех районах, где живут образованные люди. Я просто уже много раз говорила какие-то районы. Это в Александрии для иностранцев подходит это район Рожди, район Кафрабду, район Самуха, где мы живем, центральные районы, то есть ближе уже совсем к старой Александрии. Там есть какие-то места, где иностранцы тоже живут. Поэтому выбирайте центральные районы и эти места они значительно отличаются от всего остального Египта. И вы это сразу заметите. По поводу маршруток, когда египтяне ловят маршрутку, они показывают сколько их один человек или два, то есть жестами. Либо у них там есть различные обозначения различных остановок или мест, куда они направляются. Тоже это обозначается пальцами. Каким образом жестикулируют египтяне, я вам не скажу, но вполне реально можно поймать маршрутку. Возможно, вы правы. Именно с конечных остановок проще уехать, потому что они зазывают водителя или зазывал именно зазывают и говорят, какой район. А так вам нужно тормозить и как бы говорить либо кричать там Сиди Бейшер или там какой-нибудь Самуха или какие-то там районы или там Маншея и... Ну, либо просто останавливайте маршрутку. Если вам нужно куда-то поехать, вы останавливаете маршрутку и называете район, который вам нужен. И вам не скажут. Но вас могут спросить, предположим, вам нужно Бахари или Эбли рядом с морем либо Эбли это считается за поездом. Следующий вопрос Надя Прозорова. Очень часто возникает этот вопрос, поэтому я его выбрала. Галина, видитесь вы со старшей дочкой. Со старшей дочкой мы не видимся. Мы созваниваемся, созваниваемся через WhatsApp, общаемся либо голосовой, либо частенько мы общаемся через видео. Мы с Малек, соответственно, с Дэнни мы видимся. Но встречаться мы не встречаемся. Только общаемся через такую телефонную либо видеосвязь. Мария Григорова. А вот мне интересно, когда вы с мужем жили по тому адресу и этот адрес неправильный, а как же вам лично приходили письма? Объясняю. Когда мы жили с мужем по этому адресу, если мне приходили письма, я знала заранее, что мне отправляется письмо и мой муж по звонку звонил на почту и контролировал, не пришло ли письмо для Галины Гилсон. И ему сообщали, пришло или не пришло, либо если что-то приходило, ему отзванивались. Это я так понимаю по поводу того, что я говорила по поводу моего видео, что мне муж врал 11 лет. Кстати, много было возмущений на эту тему. Зачем вы мусолите этот вопрос? Я рассказала о нем, потому что я о нем узнала только совсем недавно, в конце года. Многие потому что написали, что вы мусолите тему мужа, все уже устали. Просто мне захотелось вам сообщить, именно потому что это именно открылось как раз перед Новым годом. Я об этом тоже не знала. И поэтому я со своей стороны, как я это делаю обычно, если я узнаю что-то новое, я стараюсь вас об этом как бы предупредить на своем опыте. Ничего не придумывая и не разворачивая эту тему по поводу своего мужа, мне это неинтересно. Значит, еще вопрос, он уже из фейсбука. Валерия задала вопрос. Здравствуйте, очень хотела просить вашей помощи. Дело в том, что состою в отношениях с мусульманином, египтянином. Пересмотрела множество ваших видео, но до конца разобраться не могу. Знакомый мы уже год, работали вместе, ведет себя очень порядочно, никакой близости не было. Помогает мне деньгами, покупает мне путевки, так как в данный момент мне пришлось вернуться на родину, чтобы закончить учебу. Я учу арабский, он представил меня своим братьям, друзьям, готов бросить работу в Каире и переехать в Александрию со мной, чтобы расписаться. Проблема только в том, что родителям он не рассказал. Хочет расписываться в тайне от них. Не знаю, что делать и думать. Скажите, пожалуйста. Что я могу сказать на этот вопрос? Значит, то, что он не хочет говорить родителям, это очень плохо. И вы со своей стороны должны поставить условия для того, чтобы он проинформировал своих родителей о вашем знакомстве и что он собирается на вас жениться. Обязательно. Если он не проинформирует своих родителей, не вступайте с ним в брак. Потому что, если его семья против, то, соответственно, вас семья не примет и вам будет очень-очень-очень потом тяжело. И весь вопрос не только, что он готов бросить работу, все готов. Главное, что он обязательно должен сообщить своим родителям. Вы должны поподробнее узнать, какой у вас будет брак, соответственно, какая у него квартира. То есть узнать все вот эти подробности обязательно, если вы будете за него выходить замуж, чтобы с вашей стороны присутствовал мужчина. Либо ваш брат, либо ваш отец. Кто-то вас сопроводил и обязательно посмотрел, в каких условиях вы будете жить и проконтролировал это. И он мусульманин, вы написали, поэтому с вашей стороны при заключении брака должен быть обязательно Вали. Вали ваш представитель, мужчина. Еще раз повторюсь. Он обязательно должен поставить в известность родителей, потому что если родители будут против, вам жизни с ним не будет нормальной. И если они не примут, они вас никогда не примут. И он даже может вам об этом не сказать. Понимаете? И следующее, что я уже сказала, что второе, это с вашей стороны кто-то из мужчин, ваш Вали, ваш представитель, так как ваш муж мусульманин, у вас будет обязательно заключаться исламский брак, с вашей стороны должен обязательно присутствовать Вали, ваш представитель, мужчина, либо брат, либо дядя, либо ваш отец, что было бы очень хорошо. И я советую к этому относиться очень внимательно, потому что для вашей стороны, где вы проживаете, может быть это смешно. То, что я сейчас говорю, возможно для многих это смешно по поводу мужчины из семьи. Но я вас хочу предупредить, если вы действительно хотите за него выйти серьезно замуж, и планируете создать с ним семью, рожать детей и все остальное, поверьте, что если с вашей стороны не будет никаких представителей, к вам никогда серьезного отношения не будет. И следующий вопрос. Здравствуйте, Галина. Очень интересно вы рассказываете о Египте. Скажите, пожалуйста, что египтянкам должен подарить будущий муж? Очень интересно критерии оценки будущей жены в денежном эквиваленте. Заранее. Спасибо огромное. Я думаю, что у нас это видео получилось достаточно уже длинным. И я думаю, что не стоит как бы отрывать ваше время. Я сделаю следующее видео, которое будет посвящено о египтянках. И самое главное, что я хочу именно с вами поделиться о том, какой же все-таки махар среднестатистический для наших женщин, девушек, которые нужно, которые вы должны получить при вступлении в брак, в денежном эквиваленте либо в золоте. Я вам завтра об этом расскажу более подробно для того, чтобы вам было все-таки более-менее понятно. Потому что я понимаю, что многие из вас не могут как раз именно в этом вопросе определиться. И я сама это узнала не так уж давно. И я с удовольствием поделюсь с вами этой информацией. Я думаю, что для вас это будет полезно. Плюс расскажу о тех вещах с египтянином именно. Я не знаю про других мусульман. Я вам расскажу о той ситуации, которая происходит в Египте. И на что следует обратить внимание. Хотя не раз уже об этом повторялось. Но придется, как говорится, повториться и все это сделать в одном видео. На сегодня у меня все. Если видео понравилось, нажимайте соответственно лайк. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Нажимайте колокольчик внизу для того, чтобы получать уведомления о новых видео. На сегодня у меня все. Всем счастливо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok